Губернатору наличный прием с неличными вопросами. Пятеро жителей региона во вторник попросили у Павла Конькова помочь в решении той или иной проблемы. Заведующий Ивановским детским садом номер 56 просит озеленить территорию около учреждения. Глава региона обещает дать поручение профильному комитету и к осени территорию преобразить. С предложением о переводе многоквартирных домов в Калинове на индивидуальное отопление обратился директор ТСЖ Загородное. Наша котельная, которая отапливает многоквартирные жилые дома, сейчас пришла в фактическую негодность. И просим вас проработать вопрос о переводе наших многоквартирных домов, которые входят в ТСЖ Загородное, на индивидуальное газовое отопление. Котельную реконструировать не будут, резюмировал Павел Коньков. 17 многоквартирных домов переведут на газ поэтапно. Часть в этом году, часть в следующем. Председатель ТОСа Нина Троицкая беспокоена состоянием дорог в местечке Лесное. Большинство из них грунтовые. Наиболее проблемные улицы – Озерная, Хвойная, Плеская. Хотелось бы, чтобы у нас в области и в городе была какая-то единая программа благоустройства этих дорог. Мы проводим периодические собрания улиц с жителями. И вот они высказали такое предложение, и, на мой взгляд, вполне разумное, чтобы при помощи правительства области, при вашей помощи, создана единая какая-то программа. Чтобы узнать планы ивановских чиновников касаемо ремонта дорог, губернатору далеко ходить не нужно. Павел Коньков набирает номер заместителя главы администрации Виктора Казанцева. Виктор Вячеславович, Коньков, добрый день. Слушай-ка, на приеме у меня представители Лесного, вот, и, ну, с хорошими предложениями люди пришли. Но вот особо острый вопрос у них стоит улица Озерная. У вас какие планы по ней? Озерную посыпят щебнем уже в июне, пояснили губернатору на том конце провода. Кроме того, Павел Коньков рассказал, что частный сектор, пусть и не в этом году, но обязательно должен попасть в программу формирования комфортной городской среды. Она рассчитана на пять лет.